Грозный огнедышащий с развивающейся гривой. Героем новой выставки в центре культуры «Красный угол» стал царь зверей лев. Экспозиция, которая посвящена главному образу фестиваля «Голос ремесел» откроется 4 сентября, а пока специалисты заняты подготовкой необычных экспонатов. Музейная закулисья заглянула и Мария Суворова. Тут такой простой, забавный, смешной лев. Он может быть такой больше похож даже на собаку, чем на льва. И это может происходило от того, что люди в принципе львов не видели, и они переходили от человека к человеку, рассказывают. Густые гривы, огненные языки и белые зубы. Несмотря на устрашающие позы, эти львы действительно не выглядят злыми. Но в русской традиции это символ защиты, и размещали его в самом уязвимом месте любого дома – на дверях. Именно из таких необычных экспонатов и состоит новая выставка в центре культуры «Красный угол». Она посвящена главному образу фестиваля «Голос ремесел» – льву. Мы показываем эти двери, как источник вдохновения, может быть, для фирменного стиля фестиваля. Для всего, что мы пытаемся внести, то, что народное искусство, и можно вдохновляться, оно может быть современным. Гладим мы старинные сарафаны очень аккуратно, чтобы не повредить ценную ткань. Поэтому гладим с изнаночной стороны. Ну и, соответственно, потом мы отправляем их на выставку. Эти старинные сарафаны, их здесь около 20, дополняют выставочное пространство. Кстати, оно тоже необычно. Двери лежат прямо на полу, а сарафаны висят на обычных плечиках. Но все вместе, говорят организаторы, это возможность окунуться в атмосферу русской старины, проникнуться смыслами и значениями, которые наши предки вкладывали в простые предметы. Посетить выставку в Волокжане смогут уже 4 сентября. Она будет работать в течение четырех дней в рамках фестиваля «Голос ремесел». Мария Суворова, Артем Смирнов, Вологда Портал.